Давайте еще раз один раз обсудим, вот сейчас, и я потом напишу пример просто того, что все напомнили. Значит, для начала нужно считать молекулярный вес. Вот меня в прошлый раз многие спрашивали, молекулярный вес, молярный, типа что это одно и то же в смысле этого определения. Ну да, для нашей цели все, что нужно знать, это то, как считать молярность. Полярность это просто, как бы, так сказать, способ определения количества штук, можно так выразиться, вещества в конкретном таблице раствора, предположим. И вот эти штуки считаются в весах вот этих вот атомов, атомных единиц. Поэтому для начала мы пишем, так сказать, вещество, гемическую формулу, и потом берем таблицу Менделеева, откладываем эти веса. И с таблицами Менделеева смотрим, например, в случае натрий-хлора, мы смотрим вес натрия и вес хлора. И если у нас там кальций-хлор-2, значит, два хлора, это понятно? Одна эта мнения? Короче, это все понятно. Получился у нас какой-то вес. И вот этот вес, как бы, вещества, он приравнивается, просто приравнивается, это равно, можно написать. 58,44 выравнивается к вот его, как бы, молярностью в граммах на моль. То есть это значит, что одномолярный раствор будет равен 58,44 грамма в одном литре. Вот тут написано, молярность количества молей на литр. Так? То есть поэтому, как бы, вот в данном случае одномолярный раствор будет 58,44 грамма в одном литре. А вот тут у нас вопрос, 50-молярный, значит, может быть, 50 раз более констатированный. Даже если идет пропорция, достаточно умножить на 50 раз. Если у нас будет какой-нибудь там, скажем, я не знаю, там, 500 миллимолярный, это значит полмоля, да, 500 миллимоля, это как бы половина одного моля. Тогда делим, как бы, просто на два. Ну, если сложный случай, там какой-нибудь, я не знаю, 3,5 микромолярный, тогда нужно делать пропорцию соответствующую. Понимаете? То есть сначала вы считаете количество молей, а потом, если вас просит не литр, а меньше или больше, опять же, соответствующую пропорцию. Либо, если это больше литра, там, 10 литров, умножаете все на 10. Если это меньше, там, скажем, я не знаю, 20 миллилитров, то есть 20 миллилитров это будет столько, так сказать, 1 миллилитр это 1 тысяча, значит, 20 миллилитров, соответственно, будет 20 тысячных литров. То же самое. В общем, ничего сложного тут нет. Главное, запомнить, так сказать, определение, что он тут. Наверное, количество молей на литр не выражается, это все в граммах. А, вы же не сказали, я все рассказываю, так сказать, нет сами. Ну, похоже, а точно. А вы мне так пишите без проектора. Кстати, он обрезанный тут, если не включится, так что лучше я это сам не делаю. Ну, в принципе, тут особо не нужно было показывать. Можно было просто рассказать. Так. А у меня это, знаете, тут здесь интересно, потому что я это сам нажала на слой чей, а там просто нет слой чей, чей на лекции не скачало. Наверное, надо просто еще раз войти. Главное, да. Значит, сегодня мы будем говорить про хромосомы, мы уже про них говорили, но еще поговорим, и мы то с минироссом, и потом клеточный цикл, и в следующий раз мы продолжаем то же самое с углубленными, так скажем. По поводу хромосомы мы уже много раз говорили, как хромосомы букованы, главное тут запомнить, что вот эти вот белки, которые образуют так называемые нуклеосомы, они называются гистоны. Есть четыре раза видности гистона, это мы подробнее поговорим в следующий раз. Вот я тут хотела посмотреть какой-нибудь мультик на эту тему, сейчас вот, я уже показывала вам, у того, какие бывают хромосомы у человека, бывает 23 пары, это я вам показывала, да, и вот, что там, как хромосомы у нас картируются. По существу тут, как бы, с точки зрения картирования, есть основное правило, что, как бы, есть, как бы, участок P, есть участок Q. Это, кстати, я тут недавно поняла уже, дозначно, французские слова, это, как бы, маленькое плечо, и это, как бы, длинное плечо, это, как бы, пяти, значит, это Q, значит, хвост, значит, хвост, а это, типа, маленький. Это центром мира. И, видите, каждый участок делится еще на подучастки. И, кстати, между прочим, еще даже есть под-подучастки, это от качества бендинга. Бендинг – это просто окрашенные специальными красителями. Они обычно связываются более сильно, скажем, с каким-то типом хроматиновым, скажем, с эохроматином, и будут более темными, там, или, наоборот, гетерохроматином будут более темными. А эохроматин будет более светлый. Да, почти так бывает. Гетерохроматин более темный, эохроматин более светлый. Вот тут, например, вот здесь, вот видите. И поэтому этот бендинг – просто чисто физический такой феномен, который под микроскопом был определен, и потом уже, как бы, быстро из-за того, что, как бы, там какие-то участки… Вы можете сказать, что ваш ген расположен, скажем, там, в участке П-21.3. Видите, там, вот какой-то один из типов интерферома. Мне смотрим особенно. Это называется генетическая карта. А тут вот, помните, я вам говорила, что это современный способ окрашивания, который содержится в несколько видов красок, даже не одним. Там разные типы хроматинов, окрашиваются разные цвета. То есть, очевидно, зависит от… Какие-то краски связываются больше с какими-то типами гетерохроматинов. Он уже, как бы, какой-то тип в облом районе более насыщенный. И получается такой очень, видите, характерный рисуточек. Каждый хроматин можно отличить. Они все по-разному. Вот они с Y вообще такие вот, видите. Y – самая маленькая хроматин. Она практически на большую часть состоит именно с гетерохроматином. Она ярко светится очень-очень. Так. У меня уже просто было прогенами. Опять половую хромосомы. Вот X, Y – хромосомы. Вот здесь вот. А тут X и X. То есть, X – это у нас женский голос, это X – это не X – это не X. Так. Ну, теперь, прежде чем говорить про… Сейчас. Возьмите. 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 Все сделаем. Спасибо. Возьмите. Возьмите. Возьмите, о хорошем тебе. Помню, я тогда искала, еще хорошего не нашла. Ну, мне прощаем, что может такое более насыщенное. Ну, давайте, например, вот тут есть. Тут просто вначале посмотрим, как это под микроскопом, так сказать, это, может быть, лучше, чем… Это хромосомы? Да. Это, по-моему, какая должна быть растительная клетка, мне кажется, у него не важно. Это с называемой контрастной микроскопией. Вот это, ну, наверное, с одной микроскопом по специальному стеклу, которое выдают такой… Так. Что произошло-то? А вот уже. Когда мы смотрим, не делись. Это трёхмерное надо посмотреть. Быстренько, да, быстренько. У тебя были расплечены. А, не только расплечены, а просто после визуализации по микроскопу. А, ну-то они не говорят, это просто такой этот самый сделан трёх. Это не очень интересно. Ну, ладно, давайте сделать то, что я хотела. Так. Ой, это не лёс. Лёс нам рано ещё. Так. Маленький сейчас. А вот интересный есть литос в настоящее время. Я, как бы, хотела вам показать, как это вот конкретно. Как много клеток делится? Одновременно. Оп. Ну, давай быстренько. А можно ещё раз? Давайте, мы ещё посмотрим, как это. Как мне даст, мы сейчас покрашиваем. Странно. А почему теперь у нас там было? Сейчас. Может, он видно даже? Ну, в принципе, мне не важно. Просто это самое. Тут как бы нормально это. Я смотрела уже. Надо показывать. Вот ядро. Вот интерфазы, значит, когда просто у нас хроматин выедините. Видите? В какой-то момент хромосом может конденсироваться. И это вот с антреоли у нас, значит, делятся, в которых микротробычки потом прорастают. Они ещё центросомные называются. Две центриоли вместе. Хромосомы начнёт выстраиваться по экватору. А из этих центриоли прорастают микротробычки. И они прикрепляются, видите, вот здесь вот, к центром мире. И называется вот, вместо прикреплений кенитохор. И дальше они как бы их просто растягивают, эти хромосомы, видите, к полюсам. Вот поэтому, когда увидели вот по микроскопу, у нас эти пучки образовываются. Потому что они как бы в виде пучков, так сказать. Ну и дальше уже как бы происходит, так называемый, стекинезис и разделение стоплазма делятся, видите. Вот неплохо. Так, а сами хромосомы, они образуются только во время метозы, да? Ну как бы для отделения, они образуются, когда мы будем смотреть. Вот подождут ещё несколько. Вот это самое. А, вот здесь есть звук. А, вот здесь есть звук. Я здесь думаю, что эти трубочки выстраивают. Нет, нет, это хромосомы выстраивают. Трубочки прорастают уже после того, как хромосомы выстраиваются. Поиска-то. На месте. Ну что ли. Это кромосомы выстраивают. Н Panda-клево. А-а-а Р. Клево. Исчердает ядрная амиграно, разумеется? Да, она исчердает. Ну ядро как бы перестает существовать. Ну а как вы думаете, может произойти разогрение хромосомы, если они не древят? Разбиваются на составные части. Это как-то инициируется там? Ну да, вот это я вам расскажу, контроль в речном цикле, инициируется. Да, это просто мы серединку процесса смотрим, да? Да. Ядрная мембрана просто может как бы не ядро как таковой, она может просто древно перестать существовать, и потом опять образуется. Дело в том, что у нас как бы была двухскочная ДНК, но она реплицировалась, и получилось, поэтому кромосомы, как бы, каждая какая-то часть. Она получается, она в два раза больше информации содержит. Поэтому, когда мы эти нити разделяем, то тогда у нас каждая дочерняя клетка получает ту же самую информацию, как и родительская. То есть во время метоза у нас в два раза больше содержится генетическая информация из-за того, что перед метозом произошла репликация. Да, перед метозом. Репликация. Да, перед метозом. Репликация. Ну, видите, дальше из-за того, образуется опять разная мембрана вокруг них. И разделяется клеточная уже клеточная цитоплазма, и образуется новая клеточная мембрана. То есть метоз – это просто деление клетки любой из клеток просто нормальной соматической клетки, как бы, в процессе жизни. Все-таки вот здесь, наоборот, сначала были микротрубочки, а потом эти трубочки уже быстрые и хромосомные по экваторам. Нет, они сказали, что вначале были с интерволей, они всегда присутствуют. Но давайте я вам еще покажу, как у меня в презентации там просто как бы говорится поэтапно. Так. Вот. Значит, смотрите. Клетки разделяются по двух причинам. Первое – это чтобы просто создать генетическую копию. Это называется метоз. А второе – чтобы создать гаметы. Гаметы по определению, то есть половые клетки, слежут половину их формации. То есть они, как бы, вот вы помните, организмы диплоидные, то есть которые имеют хромосомы от матери и от отца, то они содержат так называемые 2n количество хромосомок. То есть, скажем, у человека это 2 × 23, равно 46. А гаметы, то есть там сперматозоидные яйцеклетки, они содержат, соответственно, только 23 хромосомок. Ну это понятно, потому что при плодотворении у нас они сливаются, и получается вот 23 × 2. 46. Мне тогда вопрос. А вот эти две пары, ой, 23 пары, они функцию-то, в общем-то, одинаковую выполняют, да? В смысле? Там утвойная информация? Как бы, алсовская и метилинская хромосома, они должны теоретически быть идентичными, но практически там есть, когда мы будем проходить генетику, они могут различаться в определенных участках как бы своей конденсированностью. То есть там, может быть, пункт метилирования ДНК, я говорила, что там есть в контроле как бы уровня конденсации, он может различаться у алсовской и метилинской хромосомок. Таким образом алсовская и метилинская хромосомок, в общем, фактически не идентичны. То есть они по своей последовательности ДНК, разумеется, идентичны, на исключение, разумеется, мутации, если вдруг там в одной какая-нибудь мутантная, а в другой нет. Но, как бы, фактически, если вот, ну, скажем, у микопитающих, по крайней мере, если мы берем, какую ошибку в развитии эмбрионарной, что происходит, либо два отцовских набора, либо два материнских, то не образуется нормального организма. То есть там в одном случае, я не могу сейчас в каком, ну, как бы дать лекции, я вам скажу, там в одном случае получается просто гипертрофия, как это называется, гипертрофия трофобласта, т.е. ткани вот плаценты вырастают без всякого эмбриона. А в другом случае получается ложная, ложная, как бы, типа раковая опухоль, типа, как это сказать, она не обязательно доброкачественная, она просто доброкачественная вырастающая ткань. Это вообще какая-то страшная редкость бывает, когда, кстати, вырастает просто какая-то ткань эмбриона, но это в результате такого вот странного ошибки оплодотворения, т.е. когда теряется либо отцовское, либо материнское, весь геном. Вы скажете, кто-то может ручиться на пустой структозой, или пустая ницеклетка, то есть это такая редкость один на миллион, но бывает такое. Так что, помните, Алексей как раз в Тане рассказывает о немота там таким занимается, там, это пузырный занос там есть, это ложная беременность, еще там какие-то зубы, типа, зубы там вырастают у человека там, в матке, да, в каких-то больших количествах ткани зубов там, или еще чего-нибудь страшное совершенно вещь, так что это, как бы, я не знаю, из разряда какого-то, типа, научно-фагностического, да. И достаточно еще то специальные болезни, которые есть, которые, как бы, вроде бы, как у нас присутствуют, хромосомы и нормально, но, как бы, когда одна, скажем, отцовская копия отсутствует, и болезнь будет отличаться, отсутствует ли отцовская хромосома, или материнская, хотя тот же самый ген, скажем, у тела. Это мы будем проходить дальше. То есть я об этом говорю, что, в принципе, у многокопитающих особенно, не идентичны отцовские и материнские по причине не связаны с последовательностью ДНК. Это, как бы, причина уже дальше конденсации на уровне вот этого мутилирования. Ну, это аналогично, потому что, если они были бы совсем идентичны, зачем тогда половое размножение? Не, ну, это, как бы, частный случай в других организмах, размножающихся половое размножение, но не обязательно есть такой феномен. Как бы, они делают то, что, как бы, не идентичны по определению, потому что в одном из них может быть какая-нибудь мутация. Но я имею в виду, что даже помимо этого есть еще, как бы, то, что называется эпигенетическое, то есть надгенетическое различие, связанное не с последовательностью с чем-то другим. Я просто сейчас не хочу вас путать, просто, как бы, знаете, что... Необходимые миосовские материнские хроносомы. Значит, клеточный цикл у нас состоит из фазы деления, вот, митоз. Ну, а цитокинез — это просто разделение цитоплазмы. То есть это по существу то же самое. Митодическая фаза — это вся вот эта вот коричневая фаза. Потом, значит, цикл G1 — фаза S и G2. Значит, S — это когда, вот, слово «синтетика», это когда происходит синтез ДНК. То есть вот репликация происходит вот в этой фазе S. А G1, S и G2 вместе называются интерфазами. А G1, G2? Да. G1 — это когда подготовка к фазе репликации, а G2 — это когда подготовка к фазе микринтозы. Так скажем. А размеры и трупов времени соответствуют? Ну, да, в общем, тут, как бы, размеры, как бы, вот, сложные бассеты. Масштабы. А почему репликация происходит только... Каждый хромосом происходит только один раз? Почему не получается три копии или четыре? В смысле, один раз? Ну, один раз, когда каждый ДНК происходит репликация, один раз, происходит две копии одной и той же молекулы ДНК. Каждая из них — одноцепочечная. То есть, получается, у нас, получается, четыре цепочки оборудования будут присутствовать. Как бы, одна двуцепочечная и вторая двуцепочечная. И эти хромосомы, они в меж вместе держатся. Это значит, что у них одна один содержит одну молекулу ДНК, а вторая другую. И когда они расходятся, одна молекул ДНК откроет одну клетку, а вторая другой. Они идентичные копии в каждой из этих вот нитей. Почему не может быть? Почему только одна копия, а не несколько? А почему? Потому что у них всего две хроматиды. Хромосомы есть. То, что называется термителем, это хроматиды. Две хроматиды. Одна отходит, а другая отходит, а другая отходит, а другая отходит. Ну, понятно? Сейчас покажу. Как она один раздельца, понятно. Почему она один раздельца, получилась две хромосомы. Но, в принципе, хромосомов у нас тут двадцать. Ну, да. И, значит, почему девять... Ну, вот, все эти хромосомы разделились. Почему одна из раздельцев не может разделиться по своей очереди? А так она делится только тогда хромосома, когда на начало не нужно реплицироваться. Репликация происходит один раз, только перед этим самым... Понятно? Да, вот как раз в репликации показано. У нас одна молекула ДНК двухсихотечная получилась, две, и они вместе друг другом держатся в районе центромеры. Да, все. Ага. Вот и есть хромосома. Так, значит, вот тут некая репликация. Ну, тут просто опять показано, что происходит вот этот репликационный пузырь. Видите, вот здесь. Потому что у длинной молекулы ДНК есть несколько репликаций. Поэтому пузырей образуется несколько. Вот. Значит, дальше. Тут, видите, вот как бы такая картинка более такая, это самое, в большом количестве хромосом. Тут какие-то растения. Не знаю, почему. Ну, в общем, не важно. Короче, в интерфазе, видите, тут как бы ничего не видно. Есть дро. Дальше, значит, первая стадия метоза – профаза. Которые хромосомы, они уже образовались, начинают выстраиваться. Метафаза – это средняя стадия метоза, которая, вот для того, как вы видели вот эти хромосомы, которые на картинках там полосатые, это и есть метафазные хромосомы. Когда их у человека, скажем, ну, там, не знаю, про диагностики наследственных болезней смотрят, там, берут образец и смотрят делящиеся. Как вы догадываетесь, у взрослого человека делящиеся клетки практически тяжело очень найти. Надо искать специальную ткань, которой много делящихся клеток. Поэтому, так сказать, не важно какую ткань, вы там не найдете почти ни одной метафазы, в случайном образе. Вот. Используется, например, очень часто, если это человек, скажем, если это взрослый человек, вот он, например, на ту институте не полует шерст, он там, брали анализ склон и культивирует клетки, заставляет их делиться, добавляет туда всякие факторы роста, чтобы они начали делиться. И тогда, так скажем, начинают уже смотреть какие-то метафазы. А на эмбриональном уровне это легко сделать, если брать анализ этих ворсинок хориона, что составляет просто оболочку плода, ну, это часть плаценты. Там, на этом, так сказать, этапе очень много можно найти метафазных пластинок, потому что все очень хорошо делится. И таким образом вот эти хромосомы и видят. А нервные метафазные пластины еще можно увидеть в костном мозге? Да, кто свой костный мозг для анализа даст? А костному мозгу хорошо. Или, например, в ткани, которая заживает после реанимации? Ну вот, как бы, в эпителиальной ткани, я не представляю себе, это даже как бы вот эти клетки кожи, которые, это как бы нервы, которые подлижут под кожей. Я не думаю, что это реально много. Вот анализ, который они делают на взрослых, я помню, вот, а они брали и культивировали специально, как бы, так скажем, уже такой, не знаю, через несколько дней из анализа крови уже как-то потому что нормальный человеческий взрослых тканей надо найти практически невозможно так вот случайно. Ну вот костный мозг, а костном мозге полно уделяющийся метр. Кто его даст? А они делятся, да. Вот у костного мозга, когда он уходит уже больше ткани, там находятся столовые клетки, то есть предшественники всех клеток иммунодосистемы и клеток крови. И они делятся всю жизнь, потому что она уже обновляется, так скажем, иммунодосистема постоянно должна делиться. В поздней профазе они образуются, они начинают устраиваться посередине. Они вначале просто образовались, болтались просто по клетке, и потом они стали устраиваться на экваторе. Ага, вот в экваторе метрофазии. Да. А тут уже, видите, образуется методическое претинол, которое из миллиотрубочек. И эти микротрубочки таким образом, они все-таки находятся, конечно, раньше, чем хромосомы образовались. Центриоли. Но из них прорастают микротрубочки только уже, когда хромосомы выстроились. То есть, когда они выстроились, тогда только прорастают из-за этого метрофаза микротрубочки, которые эти хромосомы растягивают к плюсам. Видите, вот они в планофазе обрастянулись. Телофаза – последняя стадия, когда они уже в каждой семь фолюсе. В интерфазе, глядя на мембрану, уже не существует. Нет, нет, интерфазы и есть. Интерфазы – это фаза, в которой существует все. Потому что это G1, S, G2, и когда существует ядро, и клетка нормально живет, кушает и растет, делает то, что ей надо, а она разрушается только вот здесь, когда начинается глидоз. Вот первая профаза на стадии. Или спросите, что-то G2 зачем? Там есть свои особенности, я вам покажу. А скажите, такой вопрос, почему хромосомы они всегда одинаковые? В смысле, по размеру? Ну, вообще по форме, ну не по размеру, а по составу. А они по размеру сразу, у человека, вот смотрите. Да просто вот здесь, я не знаю, что это за организм, а может это какое-то растение. У человека они все разные, посмотрите. Они просто… Почему не может так получиться, что клетка во время интерфазы устративалась определенных генов на белки, да? И просто они не могут уже рефлицироваться. Нет, рефликация всегда… А, в смысле, в общем-то, перевод ДНК в гены, он сопровождается тем, что ДНК остается, да? Да. Одна спираль, да? Нет, а каким образом, так сказать, рефликация не зависит от того, что происходит в клетке, это просто копия ДНК делается. Просто не может так получиться, что ДНК окончится? Да и как? Да. Никак кончится не может. Не расходуется, что ли? Да и у кого нет. А, почему остальные клетки? Вот очень хороший вопрос. Они застревают внутри фазы, а именно вот в фазе G1. То есть, как бы, у них просто они не переходят в стадию рефликации. Опять же, потому что, вот мы будем обсуждать, сейчас клеточный цикл контролируется оправданными белками. И, как бы, на каждом вот этом вот, границе между фазами происходит так называемый чек-фойн. Это как курсы? Пограничный контроль? Типа, пограничный контроль, да. И если этот пограничный контроль не пройден, то дальше клеточный цикл не идет. Так вот, в этих клетках он застрял вот на этом уровне. То есть, если в колотке идут гидовы? Да, можно. Вот раковые клетки, почему они что происходят? Что они обходят этот клеточный цикл контролей, делятся бесконтрольно. И поэтому они не разрушают организм, что они начинают, так сказать, делиться и жить как паразиты, а не как части организма. Так что... Только еще, вот в обычной диплойной клетке находится, вот там написано, да, два набора... Два набора хранится он, да. Как бы уже, да, одна и даже информация... В два раза больше, да. На двух дисках происходит. Ну, часть того. Вот. А после того, как мужское и женское объединились, там получается не 23, а уже 40, ну, 46, ну, абсолютно разно. То есть, это же не два набора, а один новый набор. Типа одни клетки содержат два набора, в смысле, один мужской, один женский, один от матери, другой от отца. А когда гаметы объединились наши, одна гамета отцовская, одна материнская, они содержат половинный набор. То есть, поэтому у нас получилось вместо половины, получился целый. То есть, у нас получается половина... Ну, не скажем, один N. А что можно сказать, один N, как бы, то, что содержит гаметы. Скажем, 23 хромосомного человека. А, как бы, дверка уже соматического тела, она содержит 23 папы, 23 от мамы. Это, как бы, 2 N. Вот там, в картинке, там были пары хромосом, ну, хромосомы разбили его пары, и они разного размера. То есть, это означает, что, если мы возьмем одну гамету с одним набором и другую гамету, чтобы они смогли слиться, это значит, что в каждой паре должны быть... Так, хромосомы-то разные. Из этих вот 23 хромосом каждый имеет свою дневную, свою форму, а неуманистную гамету. То есть, если мы возьмем производные гаметы, то вероятность того, что они совместятся два 22-ю. Нет, зачем? Там же каждый из них содержит совершенно один... Ведь, хорошо, если 23 хромосом, каждая гамета должна содержать каждую и первую, и вторую, и третью, все 23 хромосомы, все разные 23 хромосомы. Как положено. Они не могут, так сказать, раздаваться таким случайным образом. Потому что, как же они раздавятся, смотрите. Это же одна и та же была хромосома, она раздавилась на две, как бы, в клетках. И дальше, как в случае метоза, каждая из них получила по того же набору. А в случае гамет, получилась только половина. Не забегайте, пока я про миоз расскажу. Гаметы, получается, в результате миоза, это несколько другой процесс. И там, получается, как бы, два деления. То есть, в первом делении они... Ну, я вам расскажу, пока про гаметы не имеющиеся. Давайте про метоз, да. Закончим. 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 Ну, хорошо. Значит, тогда... Тут у нас тоже та же самая картинка. Это просто, видите, более, как бы, схематическая. Вот эти полуцентриоли вы можете увидеть. Вот, значит, у нас центриоли, которые, как бы, уже были, видите, в паре. И они начинают прорастать в микротрубочке до того, пока еще даже как бы мидро разварилось. Сидро еще существует. Поэтому хромосомам есть куда присоединиться. А дальше микротрубочки уже продолжают, как бы, вот, расти таким образом, что хромосомы растягиваются, вернее, сокращаться, я бы сказала. Что хромосомы растягиваются, что хромосомы растягиваются и сам. То есть, нужно запомнить, что центриоли у нас всегда пара. Или вот центросомы, там они еще называются. И первичным, наверное, пожалуй, да, первичным это образование вертина, а потом уже в прикреплении к нему хромосомы. Но это так происходит все быстро. Вы помните в реальном времени, что там даже не видно, когда, так сказать, практически одновременно. И дальше, вот видите, у нас получается, каждый из них получает по одной только нити. Но каждый этих нитей содержит в себе двуцепочную ДНК. Поэтому некоторые путаются, как бы, это не значит, что они одноцепочные ДНК. Это те же самые двуцепочные ДНК, просто вот тут у нас одна, другая. И дальше уже, как вы видите, происходит изделение статоплазмы, и, так скажем, каждая клетка получает по одной из центриолий также. А дальше, в течение уже дальнейшего клеточного цикла, этот центриолий делится на две. То есть перед тем, как начинается у нас метоз, она уже поделилась. Но когда клетка только разделилась, она имеет только одну. вот тут заметите. А вот, смотрите, вот, как вы правильно понимаете, вот, там самые недвижимые картины, там вот они как бы спаривают, да, вот кусочек, если вот снимать. Это какая? Анофазия? Анофазия. Анофазия. Ага. Ага. Ну, ну, если можно сказать, я, четырехцепочечного. То есть, каждая кромбосома содержит в себе две молекулы ДНК. Две нити, видите, и когда они разделяются, вот каждая нитя – это одна молекула, а здесь был ответ. В этом момент у нас четыре молекулы, четыре нити далека. Нет, все понятно, мне кажется, что вот эти похожие? Покажите, да. Что, кстати, они же мы с собой не знаем, что про вас присутствуют, нет? Нет, почему-то. Разные, да? То есть, они выглянуты все? Нет, они были совершенно разные. Какой-то организм, который имеет четыре хромосомы, две пары. Если вы слушаете, вдруг 40 жилий, двадцать три пары. Двадцать три пары, все-таки. Двадцать три пары, как бы, да? Ну, сколько? Желтенькая хромосома, и так далее. То есть, она пряжет не менее, или пряжет не хромосом? Что? Да, это хромосома. Да, там не ладится. Ну, дублируется. Становится не такая, а вот в такое превращается. То есть, она... Это происходит перед делением клеток? Или сразу после того, как разделилось? Я ещё не поняла, что это происходит еще раз. Когда они обратно удваиваются? Да. Когда они обратно удваиваются? Ну, и теперь, вот в интерфазе происходит репликация, и, получается, каждая молекова ДНК удваивается, и образуются именно свои хромосомы. А, то есть, в обычном цикле? Ну, смотрите, ещё раз уже. Была картинка вот. Вот. Была у нас одна молекова ДНК, она поделилась на две, и конденсировалась, образовав хромосомы. Ну, была одна ДНК. Ну, училась две нити ДНК. Абсолютно одинаковые или нет? Абсолютно одинаковые. Исцепленные. 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 Центромеры. То есть, вот эта краска ЛПХ начинается на этой картинке. Да. То есть, тут материнская или отцовская абсолютно негабал. Это одна из двух, материнская или отцовская. Ну да, с точки зрения метоз в принципе не важно. Потому что, как бы, дело в том, что дочерние клетки получаются... Но они никогда не перепутываются, да? Ну, злец, они же близи, поэтому они сцеплены, как бы... А метозы и материнская расходятся, и асовская расходятся. Да, все расходятся. Исцепленные. А что теперь получается, в каждой парке у нас у нас связи? Они же отдельными такими, ну да, с цепочками находятся. Потом они после этой операции становятся крестиками. Потом разделяются опять. Да-да-да, становятся просто митиками. Тут они просто нарисованы, как какие-то такие буквы У, что ли. Ну, просто ее за середину тащили. Да-да-да. Вот крестик, его как бы за середину растащили, и получилось две буквы У. Вот и все. Да? Еще, когда рисуем фромосомы, мы всегда объединяем группы по два. Ну, фромосомы во время метафазмы. Да-да-да. То есть, получается, что вот эта группа по два, они это просто так и поделили? Ну, когда что быть, кратное число, оно у нас есть в середине. Ну, они как-то между собой коррелируют вот эти хромосомы, находящиеся в одной группе. Ну, например, там Х, И, И. Ага. А, нет, они не будут рядом. Вот хорошо, давайте, я поняла Ваши вопросы. Когда мы смотрим на метафазную пластинку, вот тут есть какая-то картинка сейчас. Вот, например, смотрите, вот метафазная пластинка. Вы тут видите вообще какую-нибудь это самую? Тут каждый из них в своем углу вам нужно находить. И когда вот человек смотрит на это, он должен сам определить где-то, скажем, вот, ты не знаю, там, скажем, 20-летняя кровосома и найти вторую 20-летию. Понимаете? Потому что нихуя коррелируют, вернее, ими нету, они болтаются как хотят. Значит, а вот сейчас нарисованы кромосомы в виде люфлей. Значит, они, это же репликация? Это метафазная пластинка. А зачем вот тогда, ну, понятно, что 100XY, да? У там, значит, хвосты, у Y-то что-то короче, да? А, ну это просто форма. Y-кромосома у меня очень маленькая, я плечу П, поэтому она похожа на Y-ку, вот вообще. А, просто... Они все равно крестик, да? Живые кромосомы, все равно крестик. Он просто, видите, у него очень маленькая вот, вот, верхняя часть. То есть, грубо, я это не заметила, когда там так происходит? Да. Любая хромосома, наверное, когда происходит крестик. Да, хватит. Да. Такой большой, жирный коррелистик. Так, все равно одна. И сейчас на две моменты она вообще растеряется. Как бы не видно на уровне светового микроскопа. Там, может быть, там, эти нити-динканы с рома можно увидеть. Погодите, глупого опасного. Почему две? Там, они парами идут. Скорее, еще раз, почему их две вот? Ну, то что. Две спрички. Две первых, две вторых, две третьих. Так я же сказала, двадцать три пары. Одна от отца, другая от мантии. Да. На предыдущей картинке... Расскажете еще про МИОСа? Да-да, про МИОСа тоже. На предыдущей картинке хромосомы... нет, вот. Какой? Вот на этой вот. Вот тут хромосомы – это палочки, а там хромосомы – это крестики. Это пута. Ну, а что делать? Есть вот такие хромосомы, эти, которые очень маленькие, эти самые маленькие, вот эти плечи, плечи П. Не, я так понимаю, что здесь вот. Первая эта пара миссома – это мевые, прямые, прямые, прямые. А на картинке, где... А-а, я понимаю. А посмотрите, очень внимательно. Они тоже крестики, просто эти две нити очень рисуют друг другу. Не видите, что это две как бы самые? Те же самые х-хо. Это все-таки крестики? Конечно, поэтому у них очень глиточки, они просто сейчас рисуют. Я думала, что они довольно чередие. Смотри, они просто очень близко вот так тук. Просто сбоку. Все равно это кореотипы, да, я понимаю, потому что они вот такими нарисованы, они, конечно, редко бывают до такой степени, вот тут, смотрите, видите, вот тут, кстати, довольно-то хорошо видно, что кореотипы больше даже, а вот на этой картинке почему-то, ну, такой был кореотип. Так что, получается, перед тем, как разделиться на этой клетке, там 4 что-ли будет? Да, вот перед тем, как разделиться, у нас в два раза больше информации, у нас не 2, а на 4 минуты. То есть соединены 4 нити? Да, 4 нити в каждом, каждая из двух опущенных. Соединены 1, 2 нити разлились? Да, да, вот это правильно, 4 точно. То есть, на самом деле, вот этот крестик, это... Так-то, объем 4 нити, и он готов к разделению. Да, в том 3 нити. И после того, как он разделится, будет 2 линейных сутки. Готов к делению, да. И будет 2 нити. Нет, и состояние готовых делений, оно стабильное. Да. Поэтому все время рисуют. Да. А сразу после 2 нити? Не, просто, вот, мне кажется, что такая тянется еще потому, что, особенно у нас, что в русском языке от слова хромосома наука Ухан начинает. Она очень похожа, вот, наверное, в корейских. Хромосома, в смысле, она не была война, она все равно воспринимается как война. Да? Какая-то толстенькая. Хорошая. Хорошая. Прорисовать пестики. Прорисовать пестики. Тяжело. Ну, ладно, смотрите, значит, про фазы, вы видите, когда у нас начинается встраиваться, вот, уже хромосомы, ядро еще существует, но уже начала оболочка разлагаться. И на центре воли у нас уже поделились и образовали вот это самое ретино. И, значит, про метафазы. Про метафазы это, как бы, первая часть метафазы, так скажем. Они начали выстраиваться, вот, и они прикреплены к этими микродрубочками. Место прикрепления называется кинетахор, вот написано. А это просто полюса, как бы, низкого полюса экватор. Значит, метафаза уже сама образуется, вот эти вот, видите, конкретно, вот, она выстраивается, так сказать, в общем, таком хорошем. Поэтому вот эти, когда мы видим клетку, метафазовые пластинки, то, что называется, мы не видим, разумеется, эти все центреоли и микродрубочки, мы видим просто лежащие хромосомы. И поэтому они уже там больше на холистики похожи, так и... На самом деле там, как бы, в каждом это желтое штуки, там тоже доверяют. Ну да, да. Дальше, видите, они начинают расходиться в самую волнофазию. И в телофазию они уже полностью разошлись, и начинается процесс деления... Вот, кстати. Я вам задумываю. Очень маленькая история. Да. Ну, как тут? Да. Да. Значит, а, видите, дальше, значит, там вообще, по-прочему, рассмотреть интерфазы, в интерфазе, как вы видите, интерфазов такие точечки. Значит, то громадим у нас есть на такой уровне, что микроскопы у него не помножены. Моргулейцы у нас есть нити ДНК там плавают. Просто это такая, как бы, гелеподобная структура, поэтому ядро просто определяется в виде такого вот, я не знаю, хода такого темного в центре клетки участка. Ну, вот тут опять у нас кореотип, видите? Кстати, да, вот посмотрел, яков, вот здесь вот, тут неплохие крестики, они что-то совсем это самое. Просто та метафаза, случайно, которую они взяли для этой картинки, была, может быть, какая-нибудь кроме метафазы, которая еще не очень хорошо они там растянулись. Я поймаю, что я думаю. Анализ, а вот так. Я человек, не знаю, что... Пускай компьютер анализирует? Ну да. Чтобы смотреть, как... Ну, да. Может, даже человек сам может... А почему их сфотографировали в профиле? То есть... Так это же документная, это же микроскоп. Там... Почему... Почему этот крестик оказал... Ну, вероятно, оказался прямой? Потому что я вот говорю, что очевидно, это была какая-нибудь прометафаза, когда они еще не сильно эти кромативы растянулись, они еще вместе были. Потому что, когда метафазы как бы происходят дальше прогрессируют, они все больше и больше взгляды крестят. А вначале они больше как бы друг другу. Ну, это тяжело. Потому что, когда смотришь там на слайд, там просто случайно у тебя оказываются какие-то девяческие клетки, ты не можешь выбрать там, ну, так сказать, уже видишь хромосомы и хорошо. Это уже считается принятым для анализов. Извините, я понимаю, хромосома, она, то есть, собой крестик для анализов. Да. То есть, ДНК и 2, 2, 1, все равно. Да. На каждую сторону кусочки у вас? В смысле, ДНК у вас как бы две молекулы ДНК. Каждая из них имена совершенно идентична совершенно орбинах. Я сказала, что вот это? Хромосомы – это две молекулы ДНК с определенной имени. Почему они тогда равны? А почему они разные? Целинка разная? Нет, а хромосомы… А, я поняла. Да, конечно. Каждая хромосома – это все собственный участок ДНК, своими собственными генами. Вы же не думаете, что данные гены – это разные где-то? То есть, это… Одни подлиннее, другие – короче, да, это правильно. А, вот сразу же ДНК, понятно. Да, вот это у бактерий там одна мы кольцевая, а у человека у него 23. Каждый из них имеет свое длину, там, свое количество всяких там последовательств разных. Вот, скажем, откуда берется гидрохроматик? Это во всякие вот те, вот, помните, повторяющиеся последовательности, которые, как бы, мусорные далека. В одних разумных навалов, в некоторых навалов, в роду многенов. Так что вот, откуда вот и берется этот бензинг? Видите, он у каждой хромосомы разный. Вот тут все 23, то есть 22 аутосомы, так называемых, то есть неполовых хромосомы. И вот хромосома Х, хромосома У. У хромосомы Х, вы видите, вот, я не знаю, маленьких учаточек из-за гены содержится, а остальное же просто всякие повторы. А скажите, чем концептуально отличается Х, У от остальных? Тем, что на хромосоме Х содержатся гены, которые включают развитие по женскому принципу, а в У некоторые только. Там, как бы, все равно, как бы, развитие мужского фенотипа образуется с участием Х, хромосомы и других. Но все же, без хромосомы У, как бы, если будет Х0, будет все равно не мальчик. В общем, мы обсуждали. Но физически... Х0 – эффективная девочка. Ааа. Они вообще плавают отдельно, да? Как бы, вот, Х, У там? А, в смысле, как они... Нет? Вот, кстати, хороший вопрос. Да, у тебя ничтожит пара Х и У вместе разделяются. Но они никак не сцеплены? Нет, нет, никак. Они, каждая из них, по-своему, да. А за счет чего У получается? Потому что она как-то криво разделяется? Я понимаю, крестики, да? Они становятся просто ревреками. Да нет, просто так называется. Не запутывайся, что как бы... У других организмов, например, он совсем не выглядит как Y. Там мужская хромосома может выглядеть совершенно по-другому. Просто вот такая у него форма, она больше похожа на буквы. Ну ладно. И еще последний вопрос. Хромосомы как крестики выглядят, да? Потому что это на результате репликации. Да, да. Получилось две хроматиты. Тут просто у нас какие-то теории уже пошли по то, что это двойной крестик. Нет, нет, ну как бы... Ну хорошо. Можете сказать, что двойной крестик. Каждая молекула ДНК, она содержит двухскочные, так? Да. Двойная спираль. И вот тут тоже двойная спираль. Да. Ну хорошо. Две двойной спирали. Ну да, да. Так что, в принципе, это... Ага. Вот. Ну хорошо. Смотрите, есть еще карты хромосома, опять у нас здесь куча равных. Тут он больше... Какие-то больше хром на крестик, какие-то больше напалочек. Что-то вообще. Так что... А, еще вот здесь вот интересно. Хромосомы бывают, это так называемый метацентрический, у которых центромер посередине. И бывают вот акроцентрические, у которых вообще центромера так смещена, что там вот эти плечи почти не заметят. Похоже на Y. Но там есть маленькие-маленькие вот такие вот тут крестики. А можно вопрос еще? Такой дефективный крестик. Да. А вот этот участок, за который прикрепляются тромочки... Она с центромером прикрепляется. Называется кинетахор, это место прикрепления метаторома. Да. А они в этом месте две хромосомы, они скреплены просто? Да, две хроматиды. Две хроматиды. Скреплены. Поэтому они не дают им разойтись. Расходятся они потому, что метротрубочки начинают их физически растягивать и разрывают вот эту центромеру. А какие здесь скреплены? Там определенный комплекс духов. Которые вот в центромере, да, облоки специально присоединяются в центромере, которые скреплены. Так, все понятно? Так, давайте про МИОС теперь. Хорошо. Значит, для начала, значит, про развитие, так сказать, соматических и половых клеток. Значит, два типа клеток существуют. Соматические, те, которые образуют все ткани и органы. За исключением тех, которые будут гометами. То есть сперматозоиды, они были циклетки. И все эти клетки нашего организма, они просто делятся в гометозе. Народ, давайте потом вот с собой. Так. И второе, это половые клетки, по низкому названию, черплами. Они делятся в уже, как бы, в процессе там нескольких, не знаю, у нас гометогенез, образуют зрелые гометы. Сперматозоид и яйцо. Вот. И это деление называется у нас, которое учение гометогенеза, называется МИОС. То есть оно другое от метозы. Отличается тем, что каждая гомета у нас получает только половину хромосом. И опять же, кстати, эти гометы, не важно, скажем, это сперматозоид или инциклетка, они будут иметь половину хромосом отцовских, а половину материнских. Потому что, скажем, потом они уже, скажем, сперматозоид, он передаст свою случайно оказавшуюся половину в дальнейшее поколение. И помните, мы обсуждаем насчет того, что бывают заболевания там сцепли с полом, которые вот только вот сцепли с полом, как они передаются, что вот нам нужно иметь одну хромосому, скажем, с мутацией, а вторую нормальную. Или наоборот. Так вот откуда это берется? Потому что половина у нас хромосом происходит от отцовской половой клетки, от сперматозоидов половины хромосом от материнской. Ну вот смотрите, для начала это просто общий, так сказать, миоз состоит из двух делений. У нас есть, как бы, сейчас, в начале, возможность получения уже диплоидного потомства, то есть, как бы, состоящего из одной материнской и одной отцовской. И дальше, значит, когда вот у нас начинается миоз, в миозе один у нас происходит деление, которое приводит к образованию вот такого вот набора хромосом. Каждый из них содержит свою собственную, ну, то же самое, считайте, хромосомы, которые были с самого начала. А во втором делении у нас уже происходит деление вот этой же хромосомы еще в два раза. Их получается половинный набор. То есть у нас вначале было, скажем, 2N, а в конце получилось столько N. Сейчас я не заморачиваюсь, в этой картинке непонятно, как это происходит. Просто посмотрите результат. Значит, результат то, что у нас здесь получилось, по существу, так сказать, вместо 46 хромосом у человека две пары по 23, то есть 23 пары хромосом. Вместо этого у нас получилось 23 хромосомы. Только одна пара. То есть вместо того, чтобы иметь вот эту вот, смотрите, картинку, тут сколько у вас, получилось сколько вот, скажем, из этой вот пары только одна, из этой пары только одна и так далее. То есть у нас не 46 получилось в гометах, а 23. То есть это редукционное деление у нас в два раза меньше получилось, потому что в этом есть смысл. Так, значит, собственно говоря, что такое гометогенез? Все половые клетки образуются из предшественников, которые существуют там, ну, на разных штатах развития, скажем, вы знаете, что там мужские половые клетки, они образуются в течение жизни, вот этот процесс гометогенеза, а женские уже на уровне эмбрионального развития, поэтому считается, что как бы они только созревают уже потом в процессе, так сказать, жизни, оно, они застряли на каком-то уровне менюза, уже на уровне эмбриона, когда новорожденная девушка уже имеет все энциклеты, которые у нее будут в течение жизни, но они еще, как бы последний, менюз два, они еще не прошили. Вот это созревание, оно уже будет, как менюз два, второе деление, но они уже существуют. И это поэтому говорят, что они портятся со временем, ну, когда возраст матери, скажем, увеличивается, потому что с каждым годом вероятность возможных каких-то нарушений возникает, и поэтому как бы считается, что там, ну, старше 35 лет нужно обязательно делать генетический анализ, потому что генетики те же самые, что были 35 лет назад, так что, вот. Ну, тут как раз ферматозоиды написаны, значит, тут у нас есть, так называемые, сперматогонии, они удачают делятся, делятся в большом количестве просто генетозы. А потом происходит менюз один, видите, образуются называемые сперматиды. И уже по среднему делению, когда образуются сперматозоиды, менюз два, вот тут вот, они уже содержат только один набор, один, вот тут написано. Ну, хорошо, а тут просто у нас показано, скажем, папа-мама, тёпло-мам, да, каждый имеет в себе полный набор, но гаметы, как вы видите, содержат половину набор, да, а когда у нас папа светло-зелёный, а у мамы тёпло-синий. И вот, когда они соединились, то получилось у нас, значит, с три, ну, как бы, теоретический организм, которым шесть хромосом, три пары. И дальше, как бы, вот у ребёнка, как вы видите, у нас, может быть, уже в перемешивании между синим и зелёным. Это, может быть, кто-то уже помнит из предыдущих лекций, почему тут перемешалось, что произошло. Ну, как бы, какие-то кусочки. Синькоер, да, вот, когда мы будем обсуждать минус деталек, там есть такой этап, в котором эти хромосомы обмениваются участками. Поэтому получается, что они, по существу, остаются тем же самым, ну, как бы, но порядок генов изменяется. Посмотрим, так сказать, по деталям. Давайте вначале я найду какую-нибудь картинку тоже. Минус – это такой значительно более сложный процесс. Так, хорошо потом посмотреть. Я знаю, что я сейчас сделаю. Ну, у нас не согласен, потому что я снижаюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ну, мое правоic cognition – сейчас адекватно? Да, слушайте, это что-то не трано. Это обман. Я думаю, что песня является адекватной. Да-да, чувствует надо. Тогда может лучше не нажать. Фейерборд не д 항ма... Да. Да, то же самое, да. Ладно, давайте будем знать, а также это просто не йос. Я думала, что он, как говорится, в маркетинге не присутствует. Может, там так и поискать видеозаписи? Да, там не стоит. Да, там можно и не стоит. Вообще вам не надо. Ладно, давайте. Вот вроде чего наше. Вот видите, вот карсинговок. Они парами выстраиваются и аммигруются. Ну, спорты чем-то надо. Я расскажу. Да, и дальше они разделяются в одну клетку случайно может упасть материнская хромосома, в другую случайно отцовская. То есть, когда получилось у нас как бы хромосомой, а не хромотины разделились. Вы помните, да? Сами хромосомы. А дальше уже они расходятся на хромотины. То есть, в первом делении расходятся сами хромосомы и получаются в два раза меньше хромосом иззади. Видите, а как они разделились, если кто-то они растаскивали специально? Ну и сейчас еще раз по деталям посмотрите, показываю. В смысле, растащили. А, в смысле, что как они вообще как бы, почему мы растащили? Да, случайно образом. А, случайно, да. А вот все в одно там пока что-то. То есть, все вот эти четыре клетки, они все разные по словам? Ну, значит, ну да. Во-первых, они случайно ту отцовскую, ту материнскую могут иметь. И, кроме того, эти еще отцовские интересы поменялись кусочками. Поэтому они, получается, как бы, это для того, чтобы увеличить количество возможных разниц, которые нуждали в революции. Ну, чтобы, так сказать, большую цену. А Кросимбовер, это специфика миоза, да, при методизе она бывает? А, вообще что? Кросимбовер? Только при методизе, да. В методизе несколько. Да. Они не выстраиваются в парах при методизе. А, мы выстраиваются. Полно случайно, да. Да, абсолютно. То есть, для начала они выстраиваются в парах. Вот, если у человека 23 пары, у нас будет 23, как бы, пары. Видите? Разумеется, только по парам. Они будут меняться с неизвестно кем. Только со своей парой. А-а-а. Вот, происходит этот Кросимбовер. Одна. Одна красная, другая синяя там. Нет, фон синяя. А это они хотели там какой-то таинственный процесс, который делает Кросимбовер. Это рекомендациями. Будем про это говорить потом. Это уже удовольствие. Да. Смотрите, теперь они выстроили эти хромосомы и дальше делятся в первом делении миоза не хроматиды, а сами хромосомы. То есть, прямо целая хромосома одна отходит, прямо со всеми своими двумя этими салонами. Откроют к одному полюсу, другая к другому. В случайном порядке. То есть, каждый квадратик делится на числе? Нет, тут они в первом делении не делятся. В том-то и дело. Они просто в две группы распоряжаются. А дальше во втором делении они уже, видите, они говорят, что хроматиды не тасканы. А во втором делении они уже делятся как примитозы. В этом получается в два раза меньше. А-а-а. Скажите, а второе деление зачем откроется? Карцкот понял уже, да? То есть, случается, что правый у нас первая сторона и пары хромосом, а в левом в четвертой, пятой, шестой? Не пара, а как бы из каждой пары все равно будет одно. Они же должны быть более гидантичны. А где данные? Ещё уже с красинговой. Уже перебутали. Уже перебутали, да. Давайте я ухожу по фартапу, чтобы там было понятно. Да. Меньше получается, это где? Получилось что? Ну, у нас было 23 пары, да. Получилось 22. Не 40, а 23. Не 40, а 23. Что-что? Нет, ты не можешь меньше получиться. Нет, ты не можешь меньше, чем 23. Ну, 23 сила получилась. Вместо 46. А, ну, с билетом должно быть. Да, да. Каждый. В организме, получается, что сигареты между собой разные. Да? Ну, как бы там, сколько вариантов? Во-первых, там, в штырех будут быть варианты. 22-23. 22-23, да. 22-23, да. Как это было? 22-23, да. 22-23. 22-23, да. 22-23, да. Да, и на самом деле, Лёша там больше и спешнее. 22-23, да. Да. У нас, каждый хромосома может быть либо Зимницкая либо Отцовская, а их всего 23. Так, а как мало? А еще же они в Карсимбурге или... Плюс Карсимбурге, да. Тогда еще больше, чтобы у вас остыть, я сужу, нет. Ну, давай. Прости, Майдар. Ну, а, да, да. Ну, а, да, да. Ну, а, да, да. Ну, а, да. Не, а, да. Значит, смотрите, про фазы 1. Ладно, давайте смотреть, народ. Нет. А, по фазам? Про фазы 1, когда у нас хромосомы просто определяются, это, значит, начинаются быть уже как комиссированные, а они очень длинные, видите, написанные. И, очень важно, гомологичные хромосомы сейчас у нас не пара, просто болтаются нам все хромосомы вот так вот. Так, дальше, значит, следующее, про фазы 1, как бы, имеет специальное название, да. Вы знаете, когда вам, кстати, я вам скажу, что можете изучать нам лептотена. Это интерфаза 1 и профаза 1, называется сначала лептотена, потом профаза 1 называется зиготена. Вот зиготена, значит, смотрите, что у нас конкретно. хромосомы у нас устраиваются в виде таких вот уже пар. Видите, каждая хромосома содержит, каждая хромосома с кем-то, как работили, разумеется. И эти хромосомы берут с собой в некоторых местах соединяются. Видите? Может случиться? То есть это выглядит вот так вот. То есть у нас две хромосомы каждой пары соединены вместе, и в некоторых участках они перекрещиваются. Вот когда как раз так красиво происходит. У нас есть две хромосомы. Они репредизированы. Да. И вот так скреплены в одном месте. Да. Получается у нас четыре хромосомы. Получается у нас два крестика таких. Два крестика вместе. Один друг с другом сходится, и так уже меняется. Да. Будут нарисован, смотри, как раз. Два крестика, они за друг другом сходятся, вот они вот рядом находятся. Каждый из них представляет собой двухцепочную молекулу ДНК, так? И вот одна из этих цепочек ДНК перекрещивается. Одна. Разумеется, не две сразу. Ну, потому что, сами понимаете. Вы спросите, каким образом они друг с другом сходятся вообще? А по комплементарности? То есть какие-то участки, которые случайно оказываются комплементарными, и происходит этот обмен. А специально есть ферменты, которые делают, а про комбинацию. И получается, что меняется таким образом, если какие-то гены, скажем, у нас находили, делятся, но он обменился участковой, меняется другой хромосомой, то порядок генов изменится. То есть, мало того, они меняются посередине, они еще потом... Нет, вот Кроссенгояр происходит у нас по-разному. Нет, Кроссенгояр обменивает гомологичные участки. Все хорошо. В смысле, они именно поэтому комплементарны друг другу. Ну вот я говорю, что гомологичные. Они совершенно так наверно комплементарны друг другу, потому что там вообще одни и те же гены. Разумеется. С какими-то, возможно, полиморфизмами в одном месте. Ну да, потому что, как вы понимаете, они должны быть абсолютно как бы в тех местах, где они занимаются, они должны быть проблемитарны, иначе как они соединятся. Значит, эти самые фигуры, которые образуются в Кроссенгоевере, а как они по-русски? Это хиазмы, что ли? Что типа хиазмы? В общем, вот эта странная фигура, это даже не них самознающего такого. Видите, которые при Кроссенгоевере как-то видно. Они, да, вот такие хиазмы. Хиазмы. А во время Кроссенгоевера может несколько участков поменяться? А на одной хамзовер, разумеется. Витамин 223, я думаю, что больше. Вот смотрите, у нас одна вот эта вот получилась, но может еще и здесь перекреститься. И еще где-нибудь перекреститься. Сколько хочешь раз? Да это же это в ряде, там они все-таки имеют получение структуры. Далее ниже не получается. Большой усилий, большой полезен. Я тоже не думаю, что это слишком сильно. Можно посмотреть сколько раз, может быть. Ну, не один, не два. Ну, точно не один, не два, да. А за счет счета, какие структуры способствуют тому, что меняются? Ну, вот я говорю, что есть специальные ферменты, которые нужны с рекомбиназом, который позволяет им как бы кусок, как бы, так сказать, вырезать и вставлять в другой. Но, скажем, у нас есть ген там А, В и С на одной хромосоме. Другая хромосома, это же ее копия. Это как бы две пары. У нее тоже есть гены А, В и С. Разумеется, ген А будет с киномат, Б с Б, ну, спаривается с С и С. А дальше, вот скажем, там где был ген А, он А, В и С, он поменяется местами с С. То есть, он окажется у нас на другой хромосоме, там где был ген С. Но он не исчезнет из этой хромосомы, он просто станет в другом месте. А в той хромосоме, где у нас был ген А, на этом месте оказался ген С. Поэтому, как бы, единственное, что это меняется, это существует только по ряду генов и все. Потому что, как бы, у нас все равно остается... То есть, некоторые гены, допустим, которые были близко друг другу, поэтому нацеливались... Да, вот тут еще нацеливались. Они вместе, как бы, вместе находят. Потому что, если они находятся близко, то вряд ли они будут возможность перекреститься. Они меняются, вот скажем, вот этот ген, может поменяться вот с этими геном листами. Если они прямо вот тут находились, они прямо вместе, так скажем, уйдут одной группой. И, таким образом, можно сказать, что чем ближе гены находятся друг другу, тем они чаще наследуются совместно. Да, но они могут, опять же, в результате, если они будут разойти, да? Если достаточно далеко, да, они будут наследуются несовместно, и каждый из хромосомов будет содержать какой-то ген, которым другой или нет. Нет, не к тому, что будет такое, что гены, которые до этого были близко, они потом окажутся там, потом в одной из моментов окажутся далеко. Если у нас произошел, то все были близко и далеко. Не, но они, если они близко, они вместе наследуются, они же не могут перекреститься. Те только, разделяются только те, которые достаточно далеко находятся, и они не могут. А вот. А вот. Ну, там физически просто у них не надо, потому что, чтобы произобразовался этот крест, достаточно много далека нужно. То есть, грубо говоря, расстояние между генами пропорциональное количество возможно… пропорциональная вероятность профиловера между людьми. Да. То есть, можно сказать, что расстояние между генами по цепочке достаточно большое, но возможно… Да, давайте я переслюсь, чтобы так. Абсолютно неправильно. Декортирование, оно на этом, вот до того, пока было известно вообще что-то, вот было, где горловые туда скрещивали, они смотрелись, и там, как бы, не знаю, там, красные глаза там, с какими-нибудь там, короткими крыльями наследятся все время вместе, там, которые с красными глазами у нее все время крылья короткие. Они сделали вывод, что эти два гена находятся вот прямо вот очень рядом на хромосомке. Ну, так оно и есть. Ну, на самом деле, они могут находиться достаточно далеко, ну, с точки зрения ВБСПС. Ну, да, с точки зрения… Ну, просто там, между ними нет возможности для хорсинговера. Ну, достаточно близко по для хорсинговера, то есть, как бы… Чтобы не было хорсинговера. Да-да. Ну, чтобы они прямо рядом, на эксквещат, даже прямо вот один-два. Там, для хорсинговера, нет какой-то… Я просто могу посмотреть какой-то определенный лимит, который должен быть, как бы, на расстоянии, чтобы этот крест образовался. Так что… То есть, крысинговер, равновероятно, может, любые, там, здесь эти точки… Ну, как бы, вряд ли, опять же, этот крест будет тоже такой гигантский, хотя, может быть, скажем, я не знаю, ну, по крайней мере, это центромиры, это должно быть в одном плече. Ну, там вот, здесь вот, скажем, я не знаю, и вот там вот. Тут какой-то маленький крестик такое нарисовано. Смотрите. Да. Вот, значит, дальше у нас продолжается пропаза 1, вот, диплотена. Короче, крест уже такой, очень хорошо виденый, и вот эта вот хиазма, она именно, вот, образуется, как греческая рука хи, я вспомнил, откуда это взялось. Это вот, как русская хэп существует. Так что… Вот. Рекомбинация. Видите, а тут, тут хорошо нарисована, кстати. И, значит, есть у нас, предположим, какие-то, гены там А, В, С и Д, да. И на одной кромосле у нас большие буковки, тоже, значит, у нас там доминантная аллель, а на другой, рецессивная. Ну, вот так получилось, как развода. И тут, значит, смотрите, что получилось. У нас получилось те же самые А, но аллель-то другая, она поменялась с аллелью. У нас получилось А маленькая, и на той, которая была А большая. То есть гены-то все равно тот же самый, они же как бы парные. И что изменилось, только его вариант. У нас был один вариант А большой, и, наверное, А маленький. И вот и все. Откуда берутся эти красные глаза, короткие крылья? Предположим, у нас А большое это красные глаза, а А маленькое это желтые глаза. Я так просто говорю. Значит, в том, где у нас красные глаза, это А большое. А вместо красного вдруг стало желтые глаза, А маленькое. Вместе со вторым геном, который кодировал крылья. Поэтому вот тут это все и пошло. Главное, что запомнить, что не сами гены действительно, я, может быть, только вам сказала, аллели скорее меняются. Гены-то все равно те же самые остаются. Меняется только, какая у нас, так сказать, этот ген был. Нормальная, последовательная, саммутированная. Вот и все. Они целиком меняются всегда? Или может там какой-то кусок? Не обязательно, да. Ну, конечно, в том случае, это будет не очень хорошо, потому что, если у нас подробности. А если там мутация, а ну да, все равно, да, Алексей прав, даже если есть мутация в какой-то части, это не важно, потому что они, если даже разрываются, все равно какие-то, как и мозаики, получается целые. Да. Поняли, да? Потому что, скажем, у нас получилось там, не знаю, тысяча пар оснований, и он разрывался в точке пятьсот пар оснований. Одна пятьсот пар оснований из одной аллели у него получилась, а одна из другой. То есть все равно у тебя целый получился. Просто, как бы, вот та половина, которая была там из другой аллели, может быть, несла какую-то мутацию, которой не было. А, скажите, а сам Хроссенбовер вероятность мутации повышает? Мутации нет, только вот образование, как бы, скажем, у нас получилось, что у нас новый организм может иметь, вот раньше было всегда, что, как бы, если мутация там за короткий рост, у того же самого человека у него на время были голубые глаза. А получилось, что у него теперь короткий рост, а глаза наоборот у него получились к аллели, потому что другая лень подошла. Ну, понятно, просто перерасстреляет. Это, как это сказать, это такой шафл, точно называется, какой-то картой, тасует, да. Куски отрываются, да, пересоединяются опять. Да, но главное, что запомнишь, если даже это внутри гена, неважно, ген не портится, потому что он воссоздается, опять, из кусочков, не полностью. Мутации от разных хромосом, или как-то? Ну да, у нас есть парахромосом, поэтому, да, мутации комбинируются, это правда. Единственное, что надо запомнить, что не всегда бывает так прямо ясно, что на одной у нас какая-то доминантная, другая рецессивная, она смогла быть просто, не знаю, полиморфизм какие-нибудь, там, в одной аллели у нас было, там, какие-нибудь, там, нуклятины поменялись, но они на что не влияют, но они по-другому, как бы, другое. Когда они поменялись, то получилось тоже, может быть, нормальный функциональный белок, но с другими нуклятинами несколько, которые, может быть, не изменили его функциональность, но все равно последовательность ДНК поменяли. Поняли, да? Не совсем еще. Ну хорошо, что такое различие между аллелиями, это различие на уровне секенсов, на уровне последовательности. Одна, между одной последовательностью, другая другую, но оно может быть только одна, один нуклятид может быть различным. Одна нутация, и все. Смотрите, две буквы в каждом. Да. Вот каждая, какого хроматита, то есть вот так, вот это что? Да. Хроматиты меняются. Они между собой все одинаковые, правильно? Но если мы возьмем две одинаковые, то есть хроматиты, и поменяем между ними какие-то участки. Так они дальше еще раз расходятся, у нас вот в этом, во втором делении миоза, у нас вот эта вот, одна хроматита отходит к одному, к одному крестику, а вот этот к другое, у нас будет четыре разных варианты. Поняли? Два будут такие же, как были родительские, а два будут новые. А, то есть вы хотите сказать, только хроматиты между двумя штуками? Не-не-не, просто хроматиты обычно только между одной хроматитой и другой, а не между четырьмя сразу. Не-не-не, вот мы изразумим. А, там большие, а, тут маленькие, а, да, это разные получается? Да. А, да. Очень хорошо показано, с точки зрения… Они меняются только хвостами, или могут вот, вот, следить? Ну, как бы, нет, они должны быть либо в одном плече, либо в другом перекрещиваться. Ну, а один, только хвостами или так вот, меняются, или вот они вот кусочками? А, мы имеем в виду, что хвосты, как бы, нет, как бы, если это… А раз и перекрещивать, могут ли это? Ну, если в СЛД перекреститься, да, неважно, но могут, просто нарисован как-то на краю, это можно… То есть там, получается, два… Это просто метрики, они вместе держатся. То есть, если… То есть, можно просто снизу посмотреть, перевернуть, и будет всё. Ну, да. Вот тут мы уже омурин рисуем. Видите, была вот одна, значит, жёртенькая была, другая сининкая, да? В смысле, вот, скажем, это была там отцовская, это была там сининская. Они вместе соединились, в парах, и кусочки не поменялись. Получилось, видите, какой-то кусочек вот, получается жёртенький, кусочек синенький. То есть, гены все те же самые, изменились, только, как бы, скажем, у нас получилось, я не знаю, вместо там А большого, получилась А маленькая, там, где была А большая. Вот и всё. То есть, я даже не правильно сказала, не порядок генов на хромосоме изменился, а порядок аллели, можно сказать. Потому что гены все равно те же самые, порядок аллели изменился. То есть, а малая, а большой, это котировка целого аллели? Да, это просто вариант гена. Ген у нас, скажем, да, в случае двух вариантов, материнском и отцовском. То есть, вы говорите, просто, они могут только один углиативно отличаться? Да ну, пожалуйста, они могут быть низкие, могут быть только одним. Если это мутация с какой-то точками, то один углиативно, всё их отличие. Так что вот. Дальше, значит, в метафазе 1, вы видите, у нас они выстраиваются, и что получается, что после, как бы, деления миоза первого, у нас получилось в два раза меньше. Видите? Ну, здесь редакшн и дивизион. То есть, у нас результат получился, что после миоза 1 у нас хромосомы, видите, получилось в два раза меньше, потому что они случайно разделились, скажем, ты не знаю, тут получилась там, скажем, вот эта хромосома, одна, вторая, тут тоже одна и вторая. Было 4, осталось 2. А дальше они уже расходятся на хроматиды. То есть, главное, что надо запомнить, что в первом делении миоза расходятся сами хромосомы. Дон카 мазор 2. То есть, там они вот хромосому растянули и получилось 2 хроматиды. То есть, 2 отдельные молекулы ДНК. А тут расшлись сами хромосомы, каждая из них содержит подъем молекулу ДНК. И дальше они, такие как бы уже по два раза. То есть, в первом делении у нас расходятся хроматиды, вы можете записывать, сами хромосомы. А во втором наyangа делении расходятся хроматиды с результатом того, что получается в два раза меньше. Вы спросите, почему, а они тут не делятся. Видите? Тут нет как бы времени поделиться еще на два. То есть, поэтому у нас два деления, а репликация между ними не происходит. Поэтому получается в два раза меньше генетической информации. То есть тут никакого деления не происходит. Просто оно сразу же, ну как сразу, не сразу, но как бы в процессе вот этого генетогенеза переходит из, скажем, из такого состояния в это, и никакой S-фазы тут не наблюдается. То есть это по символам происходит на первое и второе. Причем в начале первого взгляда. В начале первого взгляда. Второе – это просто такое логическое завершение. И как бы вот это то, что я сказала, вот у человека там на последней стадии миоза-2 происходит созревание клетки. Но они уже застряли, вот эти ациты, причастники миоза-2, поэтому дальше миоза-2 проходит только при цикле гормональном, который происходит в процессе жизни. Так что… А, в конце миоза получается четыре молекулы ДНК, да? ДНК. В конце миоза четыре молекулы, как бы четыре клетки, содержащие каждый из них по одной… Как бы я четыре это поискал… То есть четыре молекулы, с точки зрения… Если было четыре, то получало хромосомы. А если у нас было двадцать три на два – сорок шесть, то будет по двадцать три в каждой. То есть это получилось четыре… А, четыре клетки, содержащие по двадцать три хромосомы? Нет, нет. Там не важно четыре или не четыре, это просто результат зелёной клетки. Из одной клетки получилось четыре, да. Ну двух клеток-то, может, миллионы. Из каждой клетки получилось четыре гамметы. Ага. С чего я запустирую? У нас была одна предшественница, и из неё получилось четыре гамметы. Окей. Потому что зелёная – два, всё. А насчёт количества хромосом, оно… Было двадцать три пары, а осталось просто двадцать три. Тут было, видите, две пары, а осталось две. Двадцать три, по-моему, на первую, на второй стороне. Нет, просто есть гипотетический организм, в котором две пары хромосомы. Значит, в результате у нас получились гамметы, как каждая из них содержит не две пары, а просто две. То есть не четыре, две пары – это что такое? Это четыре, а просто две. А если это человек, у него было сорок шесть хромосомов, вот здесь вот, здесь вот, здесь оказалось двадцать три. А сколько? Половинная часть. Двадцать три половины, да? Нет, двадцать три целых хромосомов. Не удвоишь? Не удвоишь. Не удвоишь. Там было сорок шесть удвоенных на хроматидах. Да, вот, в том, что правильно получилось. Смотрите, значит, хроматиды – это удвоенная молекула ДНК. То есть в нормальном состоянии у нас только одна молеку ДНК. Только во время деления у нас на удвоенной, получилось, что каждый из них содержит свой собственный угол. Две молеку ДНК. А в результате хроматиды у нас получилось, что одна хроматиды в результате оказалась. Не две, а одна. То есть, как бы, поэтому одна молекула ДНК вместо двух. Не две пары, как у всех. Две пары. А только одна пара. Одна. Одна. Правда, одна штука. Не одна пара, а одна штука, да. Самое, значит, тут еще интересный момент. Смотрите, что происходит при ошибках миоза. Потому что там бывают ошибки, когда происходит нерасхождение. Вот видите, например, нерасхождение в миозе один. Может произойти к трисомии или к моносомии. То есть, какая-то одна хромосома какая-то потерялась. Потому что в результате дупликация ДНК и произошло нерасхождение. То есть, обе хромосомы отошли почему-то в одну клетку. А должно быть розовое вот сюда, зеленое сюда. И получилось, что вот здесь у нас на одну хромосому больше, чем надо получилось. Во втором делении. А здесь на одну хромосом меньше. Вот откуда берется трисомия синдром Дауна и прочих? Это ошибки в миозе. А вторая, это во втором делении нерасхождение. Тут в первом нормальные не разошлись. Розовое, зеленое, да. А во втором, вот тут вот, например, она не разошлась. И получилось то же самое, да. В одной клетке получилось на одну больше хромосомы, тут раз трисомия, а на плюс один. А на второй получилось на одну меньше, а на минус один. Моносомия. И если вдруг вот такая вот, которая будет n плюс один, на одну больше, она соединится, вот скажем, я не знаю, вот с этой, у нас получится, вместо того, чтобы иметь парнюю хромосомы, будет одна лишняя. Видите? Откуда берется эта лишняя хромосома в результате ошибок в миозе? Получается это x, x, y, да? Нет, почему взять на x? Это может быть какая-нибудь номер 3. Это понятно. Да, 3, 3, 3. Я, помните, говорила, что врушается количество ошибок в инциклетках в процессе жизни? Ну, это потому что инциклетки, вот как раз они, во втором миозе делятся, вот когда у инциклетка сгибают. И количество этих ошибок возрастает. Поэтому количество, например, детей с синдромом ДАУ, это известно, оно возрастает с возрастом матери. Потому что, как бы, здесь вот уже миоз, он происходит не очень эффективно. И, так скажем, вот... Ну, в последней стадии миоза происходит, когда она воззревает. А у нее что, в последней стадии? Нет, в последней миоза не воззревает. Так, ну, что у нас тут? Телофаза 1, это просто разделение. Цитокинез, вот. Это разделение цитоплазмы. Вот образование сперматозоидов и ацитов. А, у ацитов еще интересный момент. Сперматозоиды, это, получается, вторичные сперматозоиды, они все одинаковые, сперматозоиды. А образование яйцеклеток, оно, как бы, несколько разное. Там, получается, это полярное тельце, которое меньше. То есть, у нас в два раза меньше еще клеток получается. Ферматозоиды очень много образуется, а яйцеклеток меньше. Тоже достаточно. Ну, и второе, министическое отделение. Видите, когда тут как раз сперматозоиды нарисованы. То же самое, интерфазы, профазы, митофазы, анафазы, телофазы. Вот такая интерфаза. Результат в том, что, видите, у нас получилось вместо двух хромосом каждой пары, получилось из каждой пары только по одной штуке. Вот надо запомнить. Ну, тут вот сравнение. Например, вот митофаз. Количество хромосомов сохраняется, миозе уменьшается в два раза. Значит, деление ядра одно деление, миозе два. Клеток получается из каждой клетки, которая поделилась, две. И миозе так и два деления, то четыре. Ну, и клетки, получается, соматические, либо половые. Сколько у нас там времени? Вы 16-45 должны это? В смысле? Угу, 16-45. Нет. 14-30. 15-15-45. Ну, что-то я не думаю. 16-30. 16-00. 16-00? Подождите. На 40-45 каждая, да? Вот самое возможное. 14-30 начинается, значит, 16-00. И дальше мы 16-15 за 18-30. 18-45. Хорошо, я забываю всё. Значит, там можно идёт прорыв. 16-30 аппарат. 18-45. А, в какой-тоорот.